Здравствуйте, уважаемые зрители канала Фарнакс Филм. Сегодня у нас монтаж печи Визуи Ковка Ураган 22 с чугунной топкой, естественно. С большой панорамной красивой дверцей 224-й. Будет установлен выносной бак в парилке, точнее в мойке. Ну и дымоход от компании УМК. Алексей, здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили нас на монтаж, что разрешили поприсутствовать, поснимать. Потому что тема очень интересная. В таком сочетании печь Визуи и дымоход УМК мы очень много продаем. Расскажите, почему именно Визуи? Почему именно УМК? Ну, на самом деле, поезд был, конечно, сложен и тернист. Сначала думал, что стальную поставлю недорогую. Но в итоге, почитав все в интернете, понял, что чугун это на века. Ну и Визуи, как бы соотношение эмоционально-качество. Выбор хороший. То есть я как бы на сайте посмотрел. Сначала обращался к другим компаниям. Ну там что-то мне они пытались как-то продать что-то не то. Ну и в итоге вот на фарнакс вышел, вроде и скидка мне сделали и все. А почему именно УРАГАН? То есть сознательно искали печь с закрытой каменкой? Да, я сначала думал просто с обычной каменкой. Но почитал, что это просто сухая сауна. Хотелось как бы такого пара русского. Поэтому решил убрать УРАГАН. Вот. Золотые слова. Были проведены уже, конечно, первые монтажные работы. Сделан очень красивый кирпичный портал. Пьедестал для такой большой чугунной печи. Ну и сейчас идут финальные работы по монтажу печки. Пойдемте. Ну, обзор печей Везу и УРАГАН мы уже давно делали. Можете найти его на нашем канале. Ну а здесь потолочная разделка уже установлена. Вот такой красивый портал сделан. И пьедестал. Все теплоизолировано. Конечно, сверху будут наличники установлены. Будет установлен выносной бак. Вот с этой стороны стены он будет сделан. Специально ребята просверливают стену вот так вот с двух сторон, чтобы не было задиров на брусе. Верхняя труба идет под наклоном. Соответственно, здесь тоже все выверено. И просверливаем под наклоном. Поковую стену также нужно будет защитить. Для этого устанавливаем экраны с зеркальной нержавейкой. Под ним установлена подложка из базальтового картона. Несколькими саморезами экран крепится к стене. Устанавливаем кожух в сетку на печь. До этого ребята уже успели установить саму каменку. Ну и приступаем к монтажу дымохода. На выход из печи будет установлена такая вот небольшая труба. Которая будет проходить внутри каменки. Все соединения промазываем герметиком. Вот на выход этой трубы будет установлен весь остальной дымоход. Дымоход будет состоять из модулей с толщиной внутренней стенки 1 мм. Сталя IC439. Про дымоходы УМК у нас тоже есть большой ролик. Можете его найти на нашем канале. Ну и первые несколько модулей собираем не на весу, не на самой печи. Каждое соединение закрепляется хомутом. Хомуты будут развернуты к стене, чтобы из парилки их не было видно. Ну и первый метр сэндвича устанавливаем на старт сэндвича. Сэндвич у УМК добротная. Внутренняя труба, как я уже говорил, 1 мм стали IC439. Внешняя 0,5 мм. Ну а внутри наполнитель, вспученный мимикулит. Это природный материал, который и будет утеплять трубу. Аккуратненько в потолочную разделку. Ого, боже. Все, начало положено. Ну и смотрите, в принципе, с отверстиями угадали. Ну, не то, чтобы угадали, а все было продумано и все было выверено. Последние штрихи. И в парилку мы уже вернемся, когда установим весь остальной дымоход. Чердак пока планируется быть нежилым. Ну, здесь потолочную разделку заполняем базальтовой ватой. Балку перекрытия защищаем листом фламы. И для того, чтобы попасть не в стропила и не в конек, вот такая конструкция из двух отводов была использована. Подготавливаем место в кровле. То место, куда будет выходить дымоход на крышу. С помощью отвеса находим центр оси дымохода. Отмечаем это место. Естественно, нужно срезать мешающую нам части обрешетки. Ну и, естественно, вскрыть металлочерепицу. Отверстие строго над центром оси дымохода. К дожди пошел, да? Ну, это нормально. Это классика жанра. Деревянные конструкции на всякий случай защищаем слоем базальтового картона. Все, готовы к монтажу дымохода. Да, оголовок будем устанавливать уже на крыше, естественно. Ну, а сейчас пока конструкцию из трех сэндвичей водружаем на основание, которое выходит из перекрытия первого этажа. Установили. И каждое соединение сэндвичей сейчас дополнительно закрепим хомутами. Все, пора лезть на крышу. Баня очень высокая, понадобится очень длинная лестница. Устанавливаем мастер флэш. Устанавливаем зонтик с оголовком и закрепляем его с помощью хомута. Очень удачно получилось, что мастер флэш заходит своим верхним краем под конек. Саморезами по металлу закрепляем мастер флэш. Все надежно, красиво, герметично. Готово. Вернемся в баню. Сейчас нужно навесить бак и подключить его к регистру-теплообменнику. Здесь права на ошибки нет, поэтому все отверстия должны совпадать с предполагаемым выходом трубы. У нас все получилось, конечно же. Для подключения к регистру-теплообменнику используем гофрированную трубу. Сначала подключаем выход для горячей воды, которая будет идти из регистра-теплообменника в бак. С помощью этих фитингов надежно закрепляем трубу. Сначала закручиваем от руки, а затем уже поджимаем соединение. Внутри установлена силиконовая проставка. Все соединяется надежно, подтеков нигде не будет. Никаких дополнительных там ни фум-лент, ни других приспособлений не нужно для того, чтобы герметично установить это соединение. Труба легко гнется, легко пилится. Трубе очень легко придать необходимую форму и длину. Все, надежно сидит. Опять же, от руки закручиваем и протягиваем. Вновь возвращаемся в парилку. И устанавливаем трубу, по которой будет вода попадать вновь в регистр теплообменника. По инструкции нам нужно установить в самой нижней точке этой системы кран для слива воды на зиму. Кран можно установить как в моечном отделении, так и в парилке. Ну, решили вот в этом месте установить в парилке, чтобы можно было отсюда брать воду для того, чтобы подавать ее на каменку. Все вот эти необходимые элементы для подсоединения бака есть в ассортименте компании Форнакс. Все есть на сайте, можно найти, посмотреть. Труба продается метражом. Приобрести необходимое количество трубы и самостоятельно подсоединить бак выносной, либо же бак самовар. Вообще не составит труда. По этой части трубы холодная вода будет поступать из бака в регистр теплообменник. Продолжение следует... Средний патрубок у этого бака для разбора воды. Продолжение следует... Последние штрихи устанавливаем в мойке кран. Кран крепится к стене тремя саморезами. Его можно поставить чуть пониже, повыше, кому как удобно. Предполагается, что здесь будет стоять полочка еще, на которую можно будет установить таз. И набирать воду. Пора проверять, все ли собрали правильно. Нигде ли не течет. Бак стоит довольно высоко, но воду будет набирать туда с помощью шланга. Это было пожелание заказчика. Самый, наверное, важный, самый трепетный момент – это первая рожень печи. Печку, конечно, мы рассматривали уже, но сейчас мы заглянем внутрь. Сразу видно заботу хозяина – пылинки сдувают с печки. Здесь классическая конструкция печи Везувий. Две чугунные отливки формируют большую топку. Сверху стоит чугунный отбойник, внизу чугунный колосник. Ну и большая, красивейшая чугунная дверца с шаростойким стеклом. Вода в теплообменнике есть, в баке также есть немного воды. Затапливаем и сразу же, с первых секунд работы печи, слышно, как она начинает гудеть. Тяга есть, красивый огонь видно, работа закончена. Ну, баня у вас уже практически достроена, в последней штрихе осталась. Да, только на пол, да всего ничего. Но, тем не менее, печь уже установили. Сегодня печку поставили, затопили. Ну, ваши ожидания от будущей бани? Ну, я думаю, что это будет супер баня. Потому что все уже для этого есть. Главное – это печь. Ну, что ж, благодарю вас еще раз за то, что показали нас, что показали все этапы монтажа от и до. Ну, и я желаю от имени компании Форнакс вам легкого опара. Приходите к нам в наш магазин за аксессуарами, за камнями. А вашу печку камней нужно будет очень много. Ребята тоже подскажут, все расскажут на месте и уже определитесь с выбором. Ну, и камнями обязательно придут. Ну, а вас, наши зрители, дорогие зрители, тоже приглашаю в наши магазины. В магазины Форнакс. Заходите, приобретайте дымоходы, приобретайте печи. Вы сами сейчас только что смогли убедиться, что ничего сложного в монтаже дымохода, в монтаже печи нет. Сегодня был смонтирован Везувий Ураган Ковка 22 с дымоходом УМК, с выносным баком, который провели через стену, вывели в смежное помещение. Все включили, проверили, работает. Работает вот так. До новых встреч. Пока. Всего доброго.